Саша, привет! Наконец-то ты приехал, как ты? Да, в целом все хорошо, спасибо. Непростой полет, но в любом случае рад приехать, вернуться в сборную, увидеться с товарищами по команде и с тренерским штабом. Следишь за сборной сейчас? Кого можешь выделить, кого знаешь, потому что состав очень сильно изменился с твоего последнего приезда? Да, много хороших игроков, но по большому счету, наверное, слежу больше за теми, кого я знал. То есть там плюс-минус Ваня Обляков хорошо выступает, но так в любом случае все сильные игроки. Ты четвертый по возрасту футболист в сборной, чувствуешь уже статус ответственности? Чувствую старость, наверное. Да некое на самом деле есть, в любом случае такое чувство, но не более того. Ты уже готов, если молодые футболисты будут подходить, каких-то советов, простить, ты скажешь, здесь надо так, там надо так? Да, почему нет? В любом случае, если кому-то нужен будет совет, в любом случае, я рад буду помочь. Сборная Франции всегда приезжает очень модно на свои сборы. Ты ими вдохновился? Это ромашки или как опишешь свой стиль? Я не знаю, как хотите так и называть, да просто обычная одежда. Я не думаю, что это прям что-то такое супер стильное. В прошлый раз, когда Матис Афонов приезжал в сборную, он у повара заказал борщ. Почему соскучился ты из еды? Да я бы, наверное, тоже борщ назвал, потому что это какая-то такая прям, ну, тоже для меня особенная еда, я бы сказал. И поэтому, в любом случае, да, я бы тоже выбрал борщ. В лиге один все больше россиян. Перед матчем с Гавром было очень много фото и видео, там вы даже вместе параллельно выходили. О чем футболисты из одной страны перед матчем во время общаются на поле? В чужой стране? Конкретно с Долером, я просил его не забивать, так вот он нам забил. Поэтому, да так, просто шутили, там вспоминали, что как и ничего особенного. Так, ну, в любом случае, ты всегда рад видеть, там, игрока сборной, то есть, тем более, Долера я очень давно знаю, мы очень долго там вместе сборной. И там выходить в разных, ну, то есть, друг против друга играть в чемпионате Франции, это очень приятно. Ты взял десятый номер, один из капитанов Монако, новый контракт. Какой у тебя вот этот карьерный трек ты видишь? Хочешь стать легендой клуба? Да, сложно думать, что прям вот я хочу стать легендой клуба. Я, ну, в любом случае, просто, наверное, хотел бы приносить пользу своему клубу как можно больше. И, понятно, да, десятый номер, мне тоже он всегда нравился. И я думаю, что как минимум быть полезным там настолько, насколько возможно это. Ты любишь игры в FC25? Тебе дали рейтинг 81. Мало? Да, честно говоря, не знаю, сложный вопрос. Там сейчас такие рейтинги, то есть, кто-то там хорошо, ну, есть люди там, кто, в принципе, не играет, у них там рейтинг какие-то огромные. Есть хорошие игроки, у кого вообще по 70. То есть, такой момент. А именно в FIFA я особо не играю, даже толком не слежу там, что как меняется. Не нравится? Ну, как-то по детству играл, но сейчас не особо нравится FIFA. Ты вернулся в Лигу Чемпионов. Это мечта футболиста? Да, сто процентов. Я думаю, любого мечта футболиста. И Лига Чемпионов самый, ну, один из самых, наверное, таких значимых турниров. Там, если, ну, если на ряду клубов, да, говорить, то, да, я думаю, любой человек хочет играть в таком турнире. Это очень классно. Ну, вот, а первые матчи при гимне, там, мурашки, колени, три слова? Да нет, такого не было в ЦСКА. Слава Богу, пришлось поиграть тоже в Лиге Чемпионов. Просто очень приятное ощущение, какая-то дополнительная, там, не то, что, ну, наверное, мотивация, я бы так сказал. Ну, и просто очень приятно играть в такой турнир. А новый формат турнира тебе как? Честность, очень странный пока. Сложно сказать, что хорошо это или плохо, пока непонятно. Победа над Барселоной. Твой мем из детства. Мечта сыграть и обыграть Барселону сбылась? Или ты такими категориями не размышлял? Да не то, чтобы я прям мечтал. Это просто такой прикол из детства, да, в любом случае. Там, когда ты что-то написал, когда-то мне сколько лет было, не помню уже даже. Ну, просто как-то, ну, смешно все вспомнили, а так, ну, просто как команда, как команда, которая нужна. Ну, задача у нас побеждать любую. Вот Саша и вернулся в сборную. Все, спасибо, получай экипировку. Спасибо.